ребят всем привет всем добрый вечер очередной видео обзор на канал о маркет и вот список инструментов которые мы сегодня разберем я постараюсь сделать максимально короткий и понятный без воды данный обзор так давайте начнем с индекса доллара да вот сейчас все внимание так сказать на нем и что у нас происходит у нас все происходит не по моему плану да у меня план был то что будет пробой в худшем случае ритес и мы пойдем вниз что сейчас дальше когда закрылся месяц это было вчера я об этом говорил в телеграм-канале то кто не подписан телеграм-канал подписывайтесь ссылка в описании то есть что мне не понравилось это уже не актуально мне не понравилось вот это месячная с чем то есть очень все похоже на забор ликвидности после чего мы полетим наверх то есть что делаю я что рассматриваю я у меня есть сделка по евро доллару и скорее всего она еще не закрылась убыток но скорее всего это произойдет что жду я в данном случае если же будет пробой верхней границы нисходящего треугольника закреп да тогда я буду рассматривать лонг но пока цена вот так сказать в пределах треугольника и делать ничему не буду и сейчас мы натянем фигу по треугольнику даже вот по вот этой ситуации в принципе да если будет пробой вот вот этой зоны ребят всем привет всем добрый вечер очередное видео на канал о маркет я сделаю сегодня обзор максимально кратким понятным без воды вот инструменты которые мы с вами сегодня рассмотрим первый это индекс доллара так как это сейчас самый обсуждаемый инструмент на финансовых рынках смотрим да у нас была голова и плеща был пробой мои ожидания так сказать не сбылись то есть я ждал что будет пробой и цена будет падать дальше так сказать еще конечно же не вечер но как мы видим да то есть цена уже вернулась в треугольнике уже третью неделю так сказать мы двигаемся в пределах треугольника сейчас она пробивает 0 5 по фибоначчи если недельная свеча закрепится здесь это будет сильным сигналом о то что цена пойдет дальше наверх что буду делать я в данный момент я буду ожидать пробой верхней границы нисходящего треугольника закреп и буду еще смотреть на какие-то свечные паттерны и отсюда я буду открывать лонг вчера в telegram канале я говорил о том что мне не нравится как закрылся месячная месячная свеча то не состоит telegram канале ссылка в описании то есть вот вы видите да что у нас очень все похоже на забор ликвидности в принципе я об этом говорил еще раньше у меня сделки были открыты я уже не дергался но вот эта ситуация максимально мне не понравилось так как это все выглядит если соответственно будет пробой мы пойдем наверх мы точно точно уже сможем сказать что это был забор ликвидности хотя в принципе сейчас это выглядит так так что еще раз повторюсь что делать если вы уже закрылись по стопу вы закрылись по стопу перезаходить пока что я бы не советовал перезаходить я бы советовал если будет еще один пробой тогда да если мы увидим что все таки мы вернулись здесь еще собрать да какие-то позиции пойти вниз здесь уже можно еще раз перезайти или же после пробоя верхней границы не стоящего треугольника закрепление цены и тогда я бы открыл лог так ребят давайте смп 500 наш локомотив так сказать да что здесь здесь у нас все по-прежнему на мое удивление да все-таки последний день прошлой недели довольно таки хорошо отработал и цена закрепилась выше вот этой зоны сопротивления зоны слияния естественного уровня уровня по фибоначчи 886 это очень хорошо и возможно да будет повторение как пробой вот этой зоны будет к там какой-то поход вот сюда возможно ритес я думаю что мы дальше пойдем наверх и будем атаковать вот этот уровень сопротивления по поводу того кто с нами тянул цену уже больше полгода здесь была фиксация 50 процентов как минимум кто-то из наших да ребят фиксировал стоп ставил без убыток или вообще никто ничего не фиксировал я этого не знаю но здесь как бы мы перестраховались то есть по поводу прогноза давайте да то есть я думаю что может быть ритест и мы пойдем наверх то есть или же дальше мы будем идти наверх но я думаю что в любом случае мы будем идти двигаться водка ты к этому уровню сопротивление если же цена упадет и будет какой-то свечной паттерн на разворот надо будет срочно выходить из позиции лучше перестраховаться потому что за вот этот период мы взяли очень хорошую прибыль и вы должны тоже понимать что это очень сильный рост и нужны какие-то хотя бы коррекции лучше это не коррекция что-то похоже на внутренние бары которые как вы видите их просто зеленые свечи поглощали здесь я уверена так сказать говорил что с очень большой вероятностью будем расти потому что просто вот вот эти все продажи их поглощали покупки так что пока что я настроен на long там дальше буду смотреть на шорт буду настроен когда будут какие-то свечные паттерны разворотные рисоваться да и будут пробиты какие-то значимые уровни так дальше bitcoin давайте глянем еще да потому что многие торгуют все в принципе по плану опять же все это рассказывал в telegram канале что если бы меня спросили здесь шорт или он конечно же шорт еще когда это было еще в середине июля до после того как цена пробила нижнюю границу восходящего клина я говорил что рано заходить нужно обязательно подождать чтобы цена сломала вот эту зону сопротивления цена сломал эту зону сопротивления и здесь уже была четкая рекомендация что в моем случае я бы заходил только так потому что у нас так сказать получился бы большой стоп мы увидели ретест и соответственно отсюда цена покатилась вниз и четко пришла опять к нашей зоне сопротивления сейчас если смотреть со стороны шорта у нас есть сопротивление нужно его пробить закрепиться и мы дальше пойдем вниз давайте посмотрим неделька все выглядит ребят очень нехорошо в данный момент то есть я пока что признаков ланга не вижу от слова совсем давайте посмотрим как месяц закрылся месяц в принципе закрылся не прям так плохо но все-таки смотреть уже так более локальным и по месячным редко торгуем то если на дневной темфрейм операции вы где-то здесь зашли ждите ждите если вы зашли на большой объем стоп обязательно без убыток потому что это сильная зона как видите с натром у вас после пробоя закрепа я думаю мы пойдем дальше штурмовать какие-то дату значимые уровни вот уровень чабаначи 1 а у извините 0 5 здесь немножко все напутано еще раз говорю я bitcoin в данный момент вообще не торгую потому что я не вижу на нем что-то прям интересного я вижу на фондовом рынке сейчас намного более выгоднее и более интересный ситуации вот например одна из них больше информации так сказать в телеграме но я выделил несколько вариантов интересных чтобы вам показать у нас здесь сейчас идет такой структурный симметричный треугольник он нас на недельке и также на месяц это очень важно на таких больших таймфреймов также обратите внимание у нас очень сильная месячная свеча то есть грубо говоря тут даже можно так сказать прикинуть в свечной паттерн который является разворотом но я не буду говорить название потому что я не уверен что я сейчас правильно его скажу там есть некоторые разновидности то есть сейчас даже смотреть на вот эту зеленую свечу она полностью поглотила две предыдущие плюс был пробой 05 по фибоначчи мы видим что сейчас уровень 05 по фибоначчи пробит и нами на недельность еще что я жду ребят я жду пробой верхней границы закрепления цены а лучше чтобы еще был пробой 0 618 по фибоначчи и у меня будут так сказать четкие аргументы почему я зайду в лонг также давайте мы посмотрим а я не советую нам ориентироваться на на как на основной индикатор да но все таки это будет у нас знаете как дополнительный такой пунктик в нашем списке для того чтобы открыть лонг то есть мы видим да полностью мы идем как бы сильным трендом и соответственно это тоже еще один аргумент для того чтобы открыть лонг также я вот сегодня смотрел и у нас здесь вырисовываются паттерн покажу вам у нас здесь вырисовывается паттерн один на четырех часах я не торгую четыре часа тут просто будет более понятно у нас вырисовываются паттерн флаг и даже с прийти на дневной таймфрейм если мы увидим да какой-то отсюда импульс это быщий паттерн паттерн продолжения и мы видим да что у нас было двойное дно на дневке после чего пошел такой сильный импульсный рост сейчас формировал формируется консолидация флаг и мы видим реакция да на уровень 05 это данный 5 по фибоначчи вот отскок если же будет пробой вот этого флага это будет также сильным сигналом на то что после слома верхней границы треугольника мы пойдем дальше наверх еще раз давайте подытожим у нас верхняя граница симметричного треугольника у нас очень сильная месячная свеча да у нас формирование на дневном таймфрейме флага фигура продолжения кто более рисковый может зайти сейчас и 100 подставить под флаг но это будет более с повышенным риском просто можно зайти на небольшую часть от если у вас например риск один процент от депозита сделки вы можете зайти на 0 5 процент да то есть а после того как будет пробой да и закреп вы можете здесь еще зайти на с риском 0 5 процента депозита но вы должны понимать что более рискованно потому что мы только это дневной таймфрейм давайте я вам прикину чтобы понятно если например вы сейчас заходите да вы стоп можете кстати стоп здесь довольно таки неплохой он короткий его можно где-то вот так запасом поставить и уже по тейку рассчитывать сугубо по недельному таймфрейму я думаю что после пробоя такого треугольник до такого треугольника как минимум мы пойдем вот в эту область очень большое соотношение риск прибыль то есть даже если вот мы будем возьмем более консервативно да вот к этому уровню то у нас уже соотношение риск прибыль просто отлично еще раз повторюсь можно зайти сейчас на немом таймфрейме это более рисково но можно это сделать все зависит от вашего подхода и 2 2 сделка после пробоя нижней верхней границы симметричного треугольника и закреп пацаны кто еще более консервативен к нам нужно ждать пробой 0 618 еще раз повторюсь и почему я это все говорю потому что каждый по разному торгуют кто-то ждет после пробоя ритмс кто-то его не ждет да то есть тут сразу заходит так что тут уже вам нужно отталкиваться от своего подхода то есть я вам грубо говоря так сказать наводку дал вы дальше думаете так дальше есть неплохой вариант кстати вот он уже развернулся немножко этом они это извините не манчета и так он он торгуется к евро это на немецкой бирже и здесь у нас перевернутая голова и плечи перевернутая голова и плечи и здесь то что мне всегда очень нравится у нас здесь зона сопротивления то есть у нас уровень естественный да грубо говоря шея даже не уровень может это тоже есть шея перевернутой головы и плеч и у нас 0 382 по фибоначчи 0 382 по фибоначчи уже да так сказать сломлен но мне самое важное да то есть чтобы была сломана шея как только будет пробой вот этой шеи закрепления цены я открою лонг так что тоже присмотритесь данному инструменту он есть он есть терминале а маркет так и давайте все таки мы рассмотрим нашу нефть я про нее говорил но я хочу чтобы вы еще раз извините щас я возьму на основной перейду потому что это английская версия переключается там так ребята вот нефть вот нефть ребят и я про него говорилось не ошибаюсь на прошлом на прошлом обзоре но я буду про нее часто говорить потому что ситуация очень интересно данная фигура адам и его отлично отрабатывает это разновидность двойного дна она довольно таки редко но отрабатывать на очень хорошо то есть что у нас здесь мы здесь 0 236 по фибоначчи нам нужно его пробить у нас здесь очень сильная сильная зона сопротивления то есть вы видите отсюда от сколько сколько опять сюда пришли из отсюда был также сильный отскок то здесь кто-то давил цену вниз то есть нам нужно грубо говоря это этого кто-то сломать закрепить цену отсюда открыть он также если не ошибаюсь фундаментальные новости я их не смотрю но вот услышал что довольно таки неплохие по идее да все сходится к тому что нефть будет расти тот кто занимается именно фундаментальным анализом можете посмотреть можете написать комментарий может я ошибаюсь но я опираюсь только на график то что и вижу а то что я вижу мне все очень нравится дальше когда будет пробой конечно же я буду смотреть характер пробоя свечей возможно будет опять какой-то свечной паттерн и это даст мне еще больше уверенности чтобы зайти в лонг давайте посмотрим а на дне вкидал нас сейчас все выглядит более да как все таки восходящий тренд у нас все машки ниже тренда и я думаю что это тоже даст какой-то толчок то есть чем больше вы соберете индикаторов для какой-то сделки я имею индикаторов не стахастики я имею ввиду до пункта даже так сказать аргументом для того чтобы открыть лонг тем у вас будет больше преимущества все что мы делаем это сугубо дает нам ничего больше как преимущество перед теми кто этого не знает ну и соответственно риск менеджмент это само собой без него невозможно вообще существовать на тихо рынка так это может быть уже не совсем всем интересно но так как я это видео буду сбрасывать в нашу группу в telegram это для тех кто с нами тянется с мая месяца мы данную сделку тянем так что сейчас мы четко пришли но 786 по фибоначчи я здесь дал рекомендацию зафиксировать 50 процентов всего объема суп у нас стоит без убытки и мы будем дальше наблюдать что будет происходить в принципе пока я не вижу никаких предпосылок для шахта но мы перестраховались что был сильный отбой мне это не понравилось то есть если будет пробой вот это этого уровня но 786 закрепление цены я на тех 50 процентов объема опять зайду и мы будем полном объеме дальше продавать пока что делать ничего не надо ребята всех благодарю за то что вы посмотрели мой экспресс обзор я буду в основном делать такие короткие обзоры может когда-то сделаем более что-то длинное если вы захотите пишите комментарии буду благодарен за лайки за положительные комментарии всем спасибо всем пока все мои ресурсы будут внизу под видео всем удачи